всем привет друзья с вами канал копилка садовых советов и сегодня друзья хочу рассказать вам как зимуют мои цитрусовые и другие экзоты в новой теплице также друзья хочу рассказать как держит новая теплица температуру в зимнее время в общем как всегда обо всем поподробнее смотрим дальше итак друзья начнем с температуры на улице сегодня не холодно очень приятная похода как вы видите градусник показывают минус 1 и теперь зайдем посмотрим сколько же показывает температура в теплице ну вот друзья зашли мы в теплицу и сейчас вы посмотрите какая разница температур между теплицей и между улицей ну вот друзья как вы видите плюс 3 градуса внутри теплицы это при условии того что в теплице выключен обогреватель в данный момент я его не включаю так как на улице не сильно холодно и нету смысла обогревать если и так положительная температура ну а теперь и друзья небольшой обзор по растениях сейчас перед вами под стеночкой стоят все растения которые смело выдерживает минус перед вами сейчас инжиры те которые в больших катках они стояли на улице очень долго кстати до минус 7 на улице и только тогда их занес меньше инжирчики занес пораньше также друзья занес в теплицу всю свою хурму можно было конечно ее хранить и в погребе но в погреб заносить по ступеньках не очень удобно а в теплицу очень даже легко завозить на тележке без всяких проблем и потому моя вся хурма будет зимовать здесь в следующем году по весне скорее всего она уже будет высажена в открытый грунт возможно даже сделаю обычную пленочную теплицу чтоб не заморачиваться с укрытием также друзья здесь зимуют подвои для цитрусовых это панцирус трифалиата и трифалиата летающий дракон очень хорошие подвои для тепличных условий так не очень морозоустойчивые и потому цитрусы привитые на такие подвои будут дополнительно принимать свойства подвоя то есть будут более устойчивые к холодам но еще один представитель экзотики которые у меня зимует первый год это киеве сорт хайвард к сожалению мужской опылитель пропал есть конечно сеянцы как пишут книги что 70 процентов сеянцев это мужской пол возможно даже не нужно будет покупать опылитель то есть опылителем будут мои сеянцы но еще одно интересное растение которые зимуют у меня в теплице это фейхоа кто не знает те которые поменьше это мои сеянцы которые вырастил из семян а то которое побольше растения это я покупал двухлетку также зимует в тепличке еще один подвой для цитрусовых это цитрумела очень классный подвой кстати он мне очень нравится хорошо прививается на него растения и он очень сильно рослый правда он не такой морозоустойчивый как трифолиаты но зато он более лучше подходит для комнатного выращивания так как он не листопадный ну и напоследок друзья немного о цитрусовых в этом году решила сделать теплицу внутри теплицы это в целях экономии так как пока цитрусовых не так много и большую теплицу нет смысла обогревать для небольшого количества растения потому цитрусовые будут зимовать в этом году так ну а теперь друзья давайте зайдем в тепличку и глянем какая же в ней температура вот друзья как вы видите температура в тепличке 7 градусов тепла и единственный обогрев который тут работает это горит лампочка то есть тепло от лампочки которые 75 ватт хватает для того чтобы нагреть тепличку до 7 градусов тепла цитрусовые в тепличке стоят все густенько ну как говорится в тесноте да не в обиде созревает лимон новогрузинского скоро попробую его и расскажу вам обязательно какой на вкус но еще один интересный момент с моими цитрусовыми это то что апельсин гаммлин решил зацвести это связано с тем что когда в октябре в конце октября занес свои цитрусы в теплицу была очень солнечная погода а когда солнце то теплица очень хорошо прогревается и ночью даже была свыше 10 градусов температура и апельсин видать подумал что это весна и решил зацвести часто конечно цветки дальше не развивается то есть бутона не развивается но надеюсь до весны они продержатся так и весной все-таки дальше начнут расцветать а если вам друзья интересно зацветет мой апельсин весной или нет будут ли с него плоды или не будут то подписывайтесь на мой канал нажимайте на колокольчик и вы первыми узнаете новости с моего канала а я буду прощаться до скорых встреч новых видео всем пока